мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такой вот красивый кардиганчик из остатков пряжи вот я собрала все свои остатки от ангор разных цветов в такой гамме как бы старалась держать яркие понятное дело сюда не добавляла ну вот все такие остаточки я собрала вот такой вот симпатичный узорчик у меня вот и сейчас я вам буду рассказывать показывать всего ушло у меня где-то 200 граммов спицы 5 миллиметров толщина вот все остальное по ходу буду рассказывать вообще-то это прямоугольник такой вот как бы общий прямоугольник и внутри него еще один из узора ну а по идее это прямоугольник да и все если даже вы будете вязать однотонно то еще проще вам будет легче вот я сейчас покажу как где я меняла цвета как их меняла цвета как вязала узор все вам покажу деталь одна единственная и одного размера то есть универсальный размер число петель должно быть кратно десяти плюс семь раз два сорок семь петель я набрала для образца и теперь вижу 20 рядов лицевыми петлями вот это вот расстояние у меня 20 рядов платочная вязка и вот она лицевыми петлями что касается распределения вот белый бежевыми молочным цветом я сделала вот этот вот контур но и пустила пару там вы смотрите в зависимости от того какие у вас остатки какой-то один цвет определите на контур а остальные разбейте по центральному квадрату или центральному прямоугольнику вот если просто очередуйте да и все да и все девчонки так сейчас вяжем платочный газ так вот для образца я провязала 8 рядов мне теперь хватит далее разделяем таким вот образом значит вы вяжете 15 петель вот она кромка да она продолжает дальше вязаться лицевыми петлями у меня это будет 5 петель то есть вместе с кромочной 15 петель у меня 5 вместе с кромочной и здесь я уже привязываю дополнительный цвет я буду вязать двумя цветами вы же вот сейчас я после этой планки вы привязываете нить и вяжем таким вот образом так из одной петли вывязываем две петли вот видите вот так вот получается 1 2 3 4 5 5 6 7 вот они видите такие 7 петель чик далее провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 далее снова 7 по 2 петли из одной 1 2 2 2 3 4 7 3 петли так чередуем 3 петли и 7 по 2 из одной так у меня здесь видите осталось 4 петли что неправильно то есть одну петлю яркой наборе потеряла на одну петлю набрала меньше в общем неважно у вас это все равно остается 15 петель я уже переделывать не буду потому что это бессмысленно все равно это и привязываю еще одну нить основного цвета вот видите второе вот эти по 15 петель вы вяжете все время одним цветом не меняя его меняете только внутри квадрата здесь делаю вот такой вот захват захват анаконды чтобы не образовывалась у нас дырок и что мы делаем переснимаем вот эти семь петель которые мы провязывали по 2 из одной 1 2 видите просто снимаем 3 4 5 6 7 возвращаем на левую спицу и и теперь из этих семи петель петель вывязываем 1 протягиваем делаем такую хорошую протяжку накид 2 3 4 то есть петля накид петля накид 5 6 7 все мы восстановили мы восстановили эти 7 петель теперь 3 лицевые петли 1 2 3 лицевыми и снова 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 снова видите вот такие вот ракушки мы делаем потом они у нас развернутся вот в такие красивые ракушечки продолжаем точно так же 3 теперь лицевые петли 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 есть 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7 есть 1 2 3 2 3 4 5 7 теперь снова меняем на желтую я же говорю если у вас не из остатков то вы ничего не меняете просто вяжите следующий ряд это третий ряд узора центрального так берем внутреннюю нить и вяжем все лицевыми петлями вот здесь вот у нас 7 петель 2 3 5 6 7 вот эти три между ними все 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 до конца мы вяжем лицевыми петлями два ряда и лицевой и изнаночный вот это по сути весь узор и есть да вот эти вот 4 ряда 2 ряда узора 2 ряда лицевыми петлями сейчас я буду вязать основные основной нитью вы же меняете вот здесь вот в этом моменте меняете на другой цвет я же буду вот этой нитью вязать то есть я буду из двух цветов здесь а вот в этом случае у меня видите по 4 ряда все все цвета я менял так теперь переходим на основная на внутреннюю часть квадрата 1 2 3 4 5 лицевых и далее мы делаем узор 1 2 3 4 5 6 7 и 3 лицевые то есть теперь у нас эти ракушечки расположены жены в шахматном порядке 1 2 3 4 5 6 7 снова 3 1 2 3 и далее следующая семерка 1 2 3 4 5 6 7 и здесь у меня остается видите 5 петель это будет все время у вас 1 1 1 каждый будет чередоваться один раз вы начинаете от начала узор один раз вы провязываете 5 петель в начале и в конце то есть чтобы все у нас видите вот они эти 5 петель вот они через раз и чередуются эти ракушечки теперь я вижу изнаночный ряд и потом буду чередовать и вижу до нужной мне длины вот смотрите девчонки я провязала вот так вот красивый правда узор мне очень нравится теперь я заканчиваю узор и такое же количество провязываю здесь в натуральной схеме вот я еще промерила ширина у меня 100 сантиметров и вот когда мы набираем начинаем вязать вяжем вверх 110 сантиметров но вот эта часть у нас за счет платочной вязки будет немного стянуто меряем вот здесь в этой части 110 сантиметров полотно нет такой классический квадрат а вот эти части немного сужены вот сейчас я довезу еще платочной вязкой все петли закрою покажу вам сборку а еще промерила вот видите 6 сантиметров это белая часть по 8 сантиметров вот эти вот и здесь 6 и так девчушки связала я квадрат он чуть-чуть прямоугольник но чуть-чуть квадрат длина 110 ширина 100 и теперь мне нужно сделать сборку вот я оставила очень длинную нить надо оборвать теперь там вот эту сторону где у нас 110 сантиметров я складываю вот таким вот образом то есть все все изделие вот как как мы вязали я складываю пополам вот и сшивать буду вот эту вот часть ровно половину вот видите вот ровно до половины я сшиваю чтобы получить можно больше можно меньше тут уже регулируйте тоже зависит от того как вам понравится больше девчонки и так здесь сшиваю до поля большими стежками просто чтобы вам показать принцип вот здесь до половины и вторую часть тоже до половины окно и соответственно вот одна половина и здесь тоже сшиваем ровно до половины можно конечно уже сделать рукав но она тогда не получается так свободного как бы падения вот когда меньше сшито потому что тут как жакетик который у меня один из первых крючком такого же фасона там сшито больше он ну как жакетик чуть чуть по-другому смотрится вот все девчонки вот такая вот конструкция думаю всем известная единственная чем я ее вот таким решением цвета как бы видоизменила вот такой вот такой вот вот такой вот все девчонки на сегодня это все с вами была Викой школы а Субтитры подогнал «Симон»